Пожарные спасли от взрыва. Неизвестные подожгли квартиру и открыли газовые горелки. Знай наших! Уроженка Березняков Ольга Головкина вышла в олимпийский финал забега на 5000 метров. Огни Гефеста в этом году в Соликамске на фестивале кузнечного мастерства ковали оружие. Это новости на ТНТ. В студии Артем Рахматолин. Здравствуйте. На улице Юбилейная едва не прогремел взрыв. В квартире одного из домов неизвестные устроили поджог, при этом открыли газовые горелки. Подробности у Любови Бухариновой. Тихое утро, обычный дом. А между прочим, сегодня его могло бы уже и не быть. В квартире на четвертом этаже едва не прогремел взрыв газа. Соседи даже не знали об этой угрозе. Они заметили только, что в квартире пожар. Когда пожарные прибыли к месту возгорания, дверь в квартиру была открыта. На кухне были включены газовые горелки, а в комнате горел диван. К счастью, огнеборцы успели приехать быстро. Концентрация газа в помещении была небольшой. И только поэтому взрыва не произошло. Их не было дома? Хозяев во время пожара на месте не было. На сегодняшний день место их нахождения не установлено. Нам повезло. Хозяйка квартиры оказалась дома. Однако наотрез отказалась открывать двери. Когда в ее квартире полыхал пожар, женщина находилась на работе. Почему это произошло? О том, что они могли лишиться жилья из-за открытых газовых кранов, соседи злополучной квартиры даже и не догадываются. Ну, говорят, здесь вообще газ включен, поджог. Я ничего не слыхала, ничего не знаю. Я же говорю, вечером приехали только. Выяснять, кто бы мог устроить поджог, теперь будет полиция. Ущерб и виновные лица устанавливаются. Материалы для проведения дальнейшей проверки переданы в межмуниципальный отдел полиции Березняковский. Любовь Бухаринова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. А вот жителям дома номер 4 по улице Циренщикова такая угроза не страшна. Дело в том, что газа там просто нет. Хотя все необходимые коммуникации были подведены еще несколько лет назад. Репортаж Михаила Якунина. Этому дому уже почти 60 лет. Когда его строили, в нем было печное отопление. И газифицировать его никто не планировал. Сейчас без газа очень тяжело. Жильцам приходится готовить еду на электрических плитках. Из-за этого счета за электроэнергию набегают немаленькие. Это уже длится столько лет. А за электроэнергию мы платим, как будто наш дом газифицированный, по полному тарифу. И куда бы ни обращались, нам не делают ни газ, ни тариф. Несколько лет назад на доме стали проводить газовые трубы. По словам чиновников, здание попало в программу газификации. И действительно, на первый взгляд кажется, что все в порядке. Трубы покрашены, установлены новые задвижки. Но это только снаружи. В квартирах, конечно, тоже есть трубы со специальными вентилями. Но газовых плит в квартирах нет. Впрочем, как и самого газа. Несколько недель назад специалисты обследовали дом на предмет включения газа. Но оказалось, что старая печная вентиляция намертво забита строительным мусором и другим хламом, который остался после демонтажа печного отопления. Ну, в общем, у нас же вентилятор не проверяли. Говорят, вентиляция совсем не работает. И не будет газа. Почему жильцы платят за электроэнергию по полному тарифу? Ведь для людей, проживающих в домах без газа, должны быть предусмотрены скидки на электричество. И вообще, кто может почистить злосчастную вентиляцию? С этими вопросами мы обратились в ремонтоэксплуатационный участок, домашний очаг, который обслуживает этот дом. Но руководителя не оказалось на месте. Его подчиненная пообещала, что как только он приедет, сразу с нами свяжется. Мы вернемся к ситуации в этом доме в дальнейших выпусках. Михаил Якунин, Алексей Бисеров. Новости на ТНТ. Должники потонут в канализации. Завтра Березняковский филиал «Новогор-Прикамья» проведет беспрецедентную акцию. Предприятия, задолжавшие за коммунальные услуги, отключат от принятия сточных вод. Подобную технологию в нашем городе еще никогда не использовали. Как сообщает пресс-служба Березняковского филиала «Новогор-Прикамья», на сегодняшний день восьми фирмам и магазинам отправлены официальные предупреждения о предстоящем отключении. Законодательство позволяет ограничивать отпуск питьевой воды и прием сточных вод в случае неоплаты услуг за два расчетных периода. Стоки будут оставаться внутри помещений вплоть до погашения долгов. Возможно, такой натуральный эквивалент накопленных долгов заставит неплательщиков рассчитаться за оказанные услуги. О том, как пройдет эта акция устрашения, мы расскажем в завтрашнем выпуске. К другим темам. Сегодня уроженка Березняков Ольга Головкина выступила на Олимпийских играх в Лондоне. Спортсменка бежала квалификационный забег на 5000 метров. Напомню, Ольга Головкина вошла в Олимпийскую сборную России после победы на чемпионате Европы в Хельсинки. Тогда Ольга оказалась лучшей, пробежав 5000 метров за 15 минут 11,7 секунды и принеся нашей команде первое золото. Сегодня на Олимпиаде Ольга выступила тоже неплохо, показав четвертый результат и установив личный рекорд – 15 минут и 5 секунд. Легкоатлетку из Пермского края обошли две эфиопские бегуни и спортсменка из Кении. Но главное, что Ольга Головкина получила путевку в финал, который пройдет 10 августа. И там уроженка Березняков имеет все шансы побороться за олимпийские медали. Лучший вожатый работает в лагере «Чайка». Среди загородных оздоровительных центров прошел конкурс профессионального мастерства вожатых. Кто стал победителем и почему от него в восторге дети – в репортаже Евгении Кокшаровой. Такими бурными овациями дети из загородных оздоровительных центров встречают своих воспитателей. Причем последние ни в чем не уступают экранным кумирам молодежи. Они и танцуют, и поют, и заводят толпу речитативом. Мы победим, мы свернем эти горы. И так, конечно, быть не может по-другому. Этот молодой человек Антон Дровосеков – воспитатель лагеря «Чайка». Хоть ему всего 21, и он еще студент, ребята величают его не иначе, как Антон Олегович. Никаких фамильярностей. Однако, судя по совместному зажигательному выступлению, лучшего друга для детей в лагере не найти. Когда я приехал первый год в лагерь, не так легко организовать детей. Главное – их заинтересовать, и тогда они потянутся, и все будет здорово. И тогда, если воспитатель идет навстречу детям, то дети идут навстречу к тебе. В Березняках Антон Дровосеков больше известен как капитан команды КВН «Мои любимчики». Юмор Антон Олегович использует и в воспитательных целях. Вот и на конкурсе он сделал акцент на детские улыбки. И не просчитался. Денежный сертификат для студента – серьезное подспорье. Но для любого педагога лучшая награда – это детское признание. Антон Олегович – он самый лучший воспитатель, наверное, во всей вселенной. Я люблю его, он мне стал как папа вообще. Я хочу быть на него похожим, он читает рабочие зашибись. Антон Олегович – очень хороший воспитатель. Танцует хорошо, поет, сочиняет на ходу очень весело. Я бы хотела тоже на него быть похожим. Самый классный воспитатель, лучшего никого нету. Он с вами все время шутит, он самый добрый. Чайка рули! Евгения Кокширова, Максим Колчанов. Новости на ТНТ. Чайка – самый лучший лагерь меры! Губахинская лыжная трасса ожила в разгар лета. В минувшие выходные там прошли соревнования по даунхилу – скоростному спуску с горы на велосипедах. Более 50 участников со всего Пермского края и не только собрались, чтобы выяснить, кто окажется быстрее. Подробности в нашем следующем репортаже. Даунхил в переводе с английского «вниз с холма» – это экстремальная гоночная дисциплина горного велосипеда, суть которой заключается в прохождении трассы по естественному рельефу склона горы на время. Типичная трасса даунхила содержит в себе различные участки. Крутые спуски, резкие повороты, неровности в виде ямы бугров, торчащие камни и корни деревьев. Иногда строятся дополнительные препятствия – трамплины и различные мостики. Именно такую трассу постарались создать организаторы соревнований в Губахе. Кому-то она покорилась полностью, но были и такие, кто ее не осилил. Лучшим по итогам соревнований стал Виктор Попов – гонщик из Магнитогорска. Спортсмен признается, что подобных по сложности трасс он еще не встречал. Суперподготовка, давно таких соревнований не было. Был один позитив. Боевой настрой был перед финальным занездом, потому что знал, что передо мной едет 50 участников, и трасса вся из пыли, она будет немного разбита. Но выложился на все 100. В сентябре любители экстрима ожидают новые состязания. Но там участники будут ездить на мотоциклах. Михаил Якунин, Влад Рычков. Новости на ТНТ. Эти люди могут выковать даже собственное счастье. В минувшие выходные в Соликамске прошел фестиваль кузнечного мастерства «Огни Гефеста». За тем, как укращают раскаленный металл, наблюдала Любовь Бухаринова. Настоящий кузнечный горн на открытом воздухе. Пермская студия художественной ковки «Чертовка» участвует в фестивале кузнечного мастерства уже во второй раз. Чтобы показать свои умения справляться с раскаленным железом, Анатолий Ботев с друзьями решили сделать настоящее холодное оружие – боевую секиру. А секира – это такой топор войны, который раньше в старину они рубились. Она как бы полностью имитирует натуральную секиру, выглядит точно так же. Ну, конечно, сделана совсем из другого металла и попроще она. Темой для седьмого межрегионального фестиваля «Огни Гефеста» была выбрана война 1812 года между Францией и Россией. Поэтому сегодня все экспонаты на выставке будут представлены в виде военных трофеев. А вот и готовые работы. Всего в конкурсе приняло участие 13 кузнецов. Из Перми, Екатеринбурга, Первоуральска, Челябинска, Южноуральска, Белой Холуницы, Карагая, Ижевска и, конечно же, Соликамска. Посмотреть на кованые изделия люди ехали со всего Пермского края. Вот и жительница Березняков Ирина Попова наведалась на Гефест. Классные фанаты, замечательные. Я вот сама приехала поснимать. Рядом с кузнецами – соликамские ремесленники. Каждый год, пока проходит фестиваль, они предлагают всем желающим полюбоваться на свои изделия из бересты, дерева и картона. Владимир Акулов постоянно принимает участие в «Огнях Гефеста». Смотришь на работу, что-то для себя черпаешь. И вообще хорошее мероприятие, хорошо организованное. А это победитель нынешнего фестиваля. Именно работу екатеринбургца Андрея Караева – европейскую шпагу образца 1809 года, называемую «Панцерштихер» или же «Пробиватель доспехов» жюри посчитало самой лучшей. Андрей начал ковать шпагу еще в феврале. Пришлось долго повозиться с просечкой на эфесе и травлением узоров. Ну, выполнена она достаточно в парадном стиле. То есть это пакетный клинок дамаски на 12,5 тысяч слоев, резной эфес с гравировкой, плюс огранка, использована огранка в украшении на верши плечиков и на верши горда. Второе место занял кузнец из Первоуральска Евгений Захаров. А бронзу получила работа ежевчанина Александра Макарова. Все предметы, выкованные на гефесте, останутся в Соликамске и будут использоваться в различных экспозициях. Любовь Бухаринова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. А я напоминаю, что в нашей программе стартовала новая акция под названием «Мой ребенок-талант». Самых одаренных и необычных детей увидит весь город. Мы ждем ваших заявок с 10 до 18 часов по телефонной редакции 26 28 17. Все участники получат призы. Вашему ребенку от 3 до 7 лет он удивляет вас каждый день. Участвуйте в акции «Мой ребенок-талант». Звоните 26 28 17. Талант вашего ребенка удивит весь город. Генеральный партнер акции – компания «Непоседа». Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, вы сняли на видео необычное событие или происшествие, вы знаете то, что будет интересно другим. Поделитесь этой информацией с нами. Автор «Луч» новости недели получит вознаграждение – 3000 рублей. Партнер акции – компания «Автоэкспертиза». Мы ждем ваших сообщений по телефону 20 16 20. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды и первый выпуск реалити-шоу «За гранью женская лига». Не пропустите. А я прощаюсь. С вами был Артем Архматуллин. Всего доброго и только хороших новостей. Прогноз погоды представляет компания «Технологии климата». У нас вы сможете приобрести все для систем отопления. Котлы, радиаторы, насосы, трубы и фитинг по самым низким ценам. Климат-маркет. Советский проспект 2. Левый пристрой строймаркета Агроснаб. В предстоящие сутки озаменуются повышением температурного режима в Пермском крае. Это южные ветры погожего антициклона принесут порцию более теплого воздуха, благодаря чему к середине дня столбики термометров устремятся к 30-ти градусному рубежу. 8 августа в Перми ожидается переменная облачность без осадков 30 градусов тепла. В Александровске плюс 29 переменная облачность днем без осадков. В Губахе плюс 24 переменная облачность осадков не ожидается. В Киеве переменная облачность днем без осадков плюс 23 градуса. В Сарикамске облачность с прояснениями днем осадков не ожидается. 29 градусов тепла. Завтра в Березняках ожидается переменная облачность днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20 днем. 28-30 градусов тепла. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Солнечные активности геомагнитное поле спокойные. Информация предоставлена центром ФОБОС. В любом климат-маркете все для систем отопления. Настенный газовый котел за 14 500 рублей. Все очевидно. Технологии климата. Левый пристрой строймаркета Агроснаб. Советский проспект 2. Телефон 29 25 99.